МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 15,5 лет назад так случилось, что я упал-выпал с шестого этажа. И вследствие этого была политравма. Три позвонка, восемь ребер, ключица, пробитая легкая. Врачи спасали жизнь, слава богу, спасли. Когда очнулся, казалось, что приснился затяжной кошмарный сон. Сознание осилилось собрать в кучу осколки произошедшего. Ничего не получалось. На каком-то моменте воспроизведения картинки сыпались и отказывались собираться воедино. Я пришел в сознание в реанимацию, рядом сидел друг, что-то мне рассказывал, веселил меня. Я тут же общупал себя, понял, что это перелом позвоночника. Конечно, шок, конечно. Первое состояние шока в скором времени сменилось на полное принятие ситуации. Смирение было настолько непоколебимым, что приводило ноги в ступор. Тем временем сам Максим был настроен жить, несмотря ни на что. Через 4 или 5 дней меня перевели уже в отделение. И пришел доктор дежурный и говорит, ну ты понимаешь, что это... Я говорю, да, но люди и на колясках живут. И он так с удивлением говорит, ну, боевой настрой, значит, все будет нормально. Конечно, Максим не хотел верить, что это навсегда. Думал, что в один прекрасный день он вновь почувствует свои ноги и сможет ходить. Но чуда не случилось. Я надеялся, что годик-два я поднимусь. Но так получилось. Но все, что не делается, как ни странно, может звучать из моих уст, все, что не делается, это делается к лучшему. Два с половиной месяца Максим провел в больнице. Насмотревшись сполна на боли и страдания других, стал, в общем, по-другому смотреть на жизнь. Реалии воспринимались уже не так болезненно, как раньше. Реалистично смотрел на вещи и понимал. Ну и искал пути выхода из каких-то психологов. Ну мне, наверное, повезло. У меня довольно адаптивная психика. И я, честно, довольно быстро перестроился. До травмы Максим очень критично относился к людям. Всегда считал, что в любых отношениях каждый человек прежде всего ищет выгоду для себя. После выхода из больницы скепсис угас. Настолько много оказалось рядом верных и искренних. Практически каждый вечер я плакал, вот честно. И плакал не от физической боли, хотя было очень больно. А я плакал от того, что у меня поток людей был. У меня поток был, живой поток. То есть по 5, ну а то и по 10, по 15 человек за день. Через 5-6 месяцев после произошедшего Максим Кириллов уже начал помогать обрести новый смысл жизни таким же, как и он. Инвалидам, колясочникам, которые не справлялись с нахлынувшим на них горем. Через 2 месяца после меня человек попал в аналогичную ситуацию. Зовут его тоже Максим. Ему было тяжело, это очень тяжело, это психологически очень тяжело. А уже через год Максим попадает в спортивный клуб инвалидов Одесса Баскет. До травмы он активно занимался баскетболом, а в свое время был даже чемпионом города среди школ. Конечно, первое впечатление – не хватает метра роста. Я мячик не мог докинуть с обычной своей дистанцией только из-под кольца. Ну и потом со временем, года через три, если мне не изменяет память, я стал уже капитаном команды. Ни разу Максим не пытался пенять на судьбу, хотя проблем была уйма. Он даже стал водить экскурсии по городу, невзирая на свое положение. Из-за нарушения в кровообращении после политравмы у него развилась трофическая язва опорной части стопы, которая никак не хотела затягиваться, доставляя не только дискомфорт, но и невыносимую душевную боль. Из-за травмы была нарушена трофика, то есть кровообращение в правой ноге. И с 2005 года у меня нейротрофическая язва была на правой стопе. То есть она периодически заживала, потом опять открывалась, и вот последние три года, с августа месяца, получается, 2015-го она никак не заживала. Все это время рядом находился самый близкий человек – мама. Она ухаживала и подбадривала, вселяла надежду и верила, что все непременно у ее сына будет хорошо. А потом заболела. Рак. Угасло очень быстро. Для Максима это была страшная утрата. Она очень переживала… Извините. Извините. Она очень переживала, чтобы не быть обузой. Она боялась, чтобы не быть обузой для меня. А потом на месте свежей душевной раны стали прорастать первые ростки настоящей, большой и спасительной любви. Долгое время приходившая в дом соцработник Альбина стала не просто основным помощником, другом, но и возлюбленной. Вскоре пара поженилась. Все замечательно в жизни, потому что вот есть этот человек. Это настоящая опора. Вот я не знаю. Объединяет любовь. И это самое замечательное чувство, которое… Ну, это смысл жизни, да. Тоненькая девушка Альбина супруга Максима никак не соглашается показаться в кадре. Стесняется. От первого брака у нее двое детей. Не так давно младший захотел носить фамилию Кириллов. Арсюш, может, с ним… Иди сюда, малыш. И вот весной произошел такой момент, когда ребенок сам подошел и говорит, мам, ну, к маме, не ко мне, говорит, я хочу быть Кириллов и хочу быть Максимович. И для меня это такое было счастье. Ну, к сожалению, собственных детей у меня нет, но уже есть. Уже есть, да, малыш. Теперь всежизненные шероховатости семья делит поровну. Альбина трепетно и терпеливо ухаживает за супругом, хотя иногда приходится очень нелегко. Не все так сладко, прям сахарно. Ну, мы тоже можем повздорить, мы можем погыркаться, потому что два взрослых человека сошлись, да. Я очень переживал тоже. Она у меня маленькая, хрупкая девушка, на плечи которой, вот, ну, такая вот история, да, 100-килограммовая, метр девяносто, в ростов, навалилась. Последствия перенесенной травмы привели к тому, что недавно Максиму пришлось ампутировать правую, не заживающую от трофической язвы ступню. Другого выхода не было, врачи были единогласны в своем решении. Если будет ампутация, это улучшит качество в вашей жизни. Это очень психологически было. У меня нету болевой чувствительности. Я, по сути, не чувствую. Я не хожу, да, на ней. Но, ну... Было невыносимо больно, но Альбина не дала возможности расклеиться. Самостоятельно проводила перевязки и, как могла, поддерживала мужа. Она постоянные перевязки. Последнее время два раза в день, утром и вечером. Плюс нога течет, постель пачкается. Если бы не она, я не знаю, как бы оно было. Оно как-то бы было. Но... Но она у меня большой молодец. Она... Это... Я повторюсь, это смысл жизни, это семья. Вот сейчас я обрел этот смысл жизни. Сейчас Максиму Кириллову необходима реабилитация. Впоследствии он надеется, что будет возможность поставить протез. Так психологически будет гораздо легче. Ведь самое главное для Максима Кириллова оставаться полезным обществу. Хочется быть полезным окружающим. Но для этого надо быть и морально, и физически, конечно, в форме. Редактор субтитров А.Семкин